Добрый день! Друзья, сегодня хочу с вами поговорить о фитосветильниках. Я практик, я не вдаюсь в какие-то технические подробности, я все проверяю на своем опыте. Мне нравится заниматься зимой выращиванием зимнего огорода, поэтому я задумалась о том, какие же нужны лампы, какие нужны источники света для того, чтобы мои растения радовали меня плодами в зимнее время. Конечно, как и все вы, я начала искать информацию в интернете. Самое главное это фильтровать ее, потому что есть информация просто рекламная от блогеров, а есть информация от специалистов. Почему наши обычные лампы не подходят? Ведь они, кажется, тоже светят и растения под ними растут, но, однако, когда вы поставите обычную лампу, вы заметите, что растения под ними растут, но они очень сильно вытягиваются, потому что в обычных лампах там спектр идет ультрафиолетовое излучение инфракрасное, то есть это инфракрасное излучение, оно очень сильно повышает температуру, растение нагревается и начинает вытягиваться, потому что другого спектра ему не хватает. Другое дело в фитолампах. В фитолампах там спектр другой. Есть светодиоды красного цвета, есть светодиоды синего цвета. Красный спектр вырабатывает хлорофилл А. Этот хлорофилл, он способствует наращиванию корневой системы у растения, как раз вытягиванию их и закладке плодов. А вот синий спектр, он способствует выработке хлорофилла В. Хлорофилл В, он как раз наращивает большую зеленую массу растений, закладывает уже плодоношение и стволы и стебли у растений становятся толстыми. За счет вот этих вот разных спектров у производителей есть разные лампы. Есть бикалорные, где только красный и синий спектр, есть лампы полного спектра. В прошлом году у меня были лампы бикалорные, но некоторые культуры не дали под ними урожай. Например, я не получила корнеплоды у редиски. Она у меня прекрасно росла, развивалась, была мощная листва, но корнеплод не завязался. Огурцы тоже самое, была красивая листва, было много цветения и даже завязи вот эти пупырышки, но сами огурчики не развивались, потому что им не хватило полного спектра. И когда вот я начала уже в этом году мониторить, подбирать лампы для зимнего огорода, я нашла информацию, что вот эти светильники, которые бикалорные, они только для рассады, то есть под ними можно выращивать в течение 3-5 недель. Полноспектральные светильники для полного цикла выращивания от всходов до плодоношения. Первое, на что нужно обратить ваше внимание, это корпус. Корпус светильника должен быть металлическим, алюминиевым. Для чего это нужно? Все дело в том, что лампы в течение зимнего сезона у нас горят по 14-16 часов в сутки. Светодиоды, естественно, нагреваются. И если у вас корпус лампы пластиковый, то пластик, он не отводит тепло. Получаются ожоги на растениях, пластик начинает плавиться, светодиоды перегорают. И даже если вы посмотрите в интернете, есть несчастные случаи, когда лампы загорались. Алюминиевый корпус, он наоборот, в себя аккумулирует вот это все лишнее тепло. И за счет алюминиевого корпуса растения не получают ожоги. Они получают только тот спектр, который нам лампа выдает. Они защищаются от теплового излучения. А светодиоды служат на протяжении 20 лет как минимум. Ведь лампы удовольствие не дешевое. Поэтому очень важно выбрать соотношение цены и качество. Я промониторила разных производителей. И кстати, знаете, друзья, качественные лампы у всех стоят практически одинаково. Свой выбор я остановила на фирме Фитолет. И сейчас расскажу почему. Фирма Фитолет в этом году отпраздновала свой 13 день рождения. Ребята занимаются не только выпуском светильников. Они круглый год тестируют свою же продукцию на своем участке и зимой на зимнем огороде. Поэтому они гарантируют вам не только качество продукции, но и то, что лампы имеют правильный спектр. И они будут способствовать тому, что ваши растения будут плодоносить круглый год. У этой фирмы огромный выбор разных размеров ламп и разной мощности. Для зимнего огорода светильники должны быть мощностью от 25-30, а лучше даже и побольше. Я вот выбрала для своих полок. Они у меня, кстати, 60 сантиметров. Светильники, которые 50 сантиметров от Фитоледа. Я закупила два вида. Это светильник комбо и светильник сан. Сан это новинка, а комбо это проверенный светильник, который уже долгие годы выпускает фирма Фитолед. Вот такой вот цвет. Посмотрите, он розовый, приятный, не раздражает глаза и не будет обжигать растения. Мощность я подобрала и длину для своих стеллажей. Они у меня 68 сантиметров длиной и как раз вот эта вот длина 50 сантиметров идеально подойдет для моих полок. Полка длиной 68 будет освещаться со всех сторон и по длиннейше и по ширине. Я также буду устанавливать их на подвесы, чтобы регулировать высоту до растений. Потому что каким-то растением, например, той же самой редиски, про которую я упоминала, которую я хочу наконец-то вырастить в этом году, нужно подсвечивать ее в первые три дня после всходов круглосуточно и чтобы расстояние до светильника было 10 сантиметров. А потом в течение трех недель, пока корнеплоды растут 20 сантиметров, у этих ламп можно сделать подвесы, чтобы регулировать как раз высоту расположения над вашими растениями. Свет этот не будет обжигать, я верю тому, что ребята все это проверили на своем опыте. Гарантия на светильники фитолет три года, а срок службы у них более 20 лет. Очень удобно, что в каждой лампе есть вот такая вот памятка и паспорт. Паспорт с печатью, как раз там проставляется гарантия. А в памятке вы можете узнать, на каком расстоянии нужно держать светильники. Потому что, например, при увеличении высоты всего в два раза, мощность светового потока уменьшается в четыре раза. Это ведь все очень важно. И фитолет позаботился о нас, о простых огородниках. И все это опубликовал в паспорте изделия. Скоро я начну сажать уже зимний огород. Я думаю, что в течение зимы я с удовольствием буду делиться с вами урожаем. Желаю вам успешного выбора и вкусных плодов за вашего зимнего огорода.